МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При слиянии рек Гуначхир-Яманаус начинается дорога, которая ведет в Гуначхирское ущелье. В различные времена она называлась по-разному, но эта дорога всегда была актуальна. Тут проходил и великий шелковый путь, остатки которого видны сейчас. А ведет эта дорога и к северо-клухорскому каскаду озер, которые расположены на высоте около 3000 метров. И первое из них, и самое нижнее, известное нам всем – Форельное озеро. Это остаточное озеро, огромного большого озера, которое находилось вот здесь, на этой троговой долине. Потом это озеро в результате эволюции деградировало. И вот несколько таких остаточных озер здесь осталось. В частности, вот Туман-Лыкёль, которая является жемчужиной этого района. Очень интересно, рано утром над озером образуется шапка из густого тумана высотой в полтора метра. Видимо, оттуда и название Туман-Лыкёль, что в переводе с карачаевского означает «туманное озеро». Расположено оно на высоте 1900 метров над уровнем моря. Но в последнее время в нем появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличивается органическая масса в составе воды, но в мае 2022 года сошли лавины, и озеро выглядит не так, каким мы привыкли его видеть. Прекрасное форельное озеро в Гуначхирском ущелье – излюбленное и часто посещаемое туристами место. Если навестить его сейчас, то можно наблюдать вот такую печальную картину. Форельное озеро или, как его еще называют, Туман-Лыкёль, сейчас больше напоминает болото. Что же случилось на самом деле с озером? Это естественный процесс. Это озеро лавинного выбивания. Ежегодно здесь сходят лавины, потому что его опоясывают крутые склоны, которые, значит, особенно в зиму большого снега, а это зима этого года, была зимой как раз большого снега. На противоположном склоне видно, что склон совершенно не поврежден. То есть озеро выбито не селевым потоком, а выбито снегом. По лоткам можно их посчитать. Вот две, три, четыре и еще с восточности пять, шесть лавин одновременно сошли, и они все сошлись вот на озере. Это бывает практически каждый год? Это бывает каждый год, но оно не выбивается так полностью. Лавинный снег сходит, и он остается на поверхности озера, на льду. Лед не проламывается. А вот такие явления, вроде как создается впечатление катастрофического явления, на самом деле это не так. Они повторяются через определенный промежуток времени. Последнее, вот при моей памяти, последнее такое аналогичное явление наблюдалось лет 20-23 назад, когда озеро было точно так выбито, точно так было захламлено. Ну, потом оно приобрело свои прежние очертания. Скоро форельное озеро восстановится и будет очень чистым, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. А еще он рассказывает, что здесь ступенчатое расположение рельефа. Нижнее, вот это долинный рельеф, дальше идет каровое образование в виде такого полуоткрытого цирка, замкнутая хребтами, небольшие кары, на дне которых транспортируется осадочный материал и реки. Вода – это водосборные бассейны, и первый из них после Троговой долины это каз, которого наблюдается. Язык ледника – хакель. Сказочно красивый ледник. Он один из самых низких ледников в заповеднике. Опускается до высоты где-то 2200 метров, 2100 метров. Тоже сейчас интенсивно отступает, ну, порядка 87 метров в год он отступает, этот ледник. Моментально после его отступления происходит биологическое освоение. Появляется первая растительность, которая формирует почву, и начинают развиваться субневальные, а затем альпийские и субальпийские ландшафты, рассказывает Вячеслав Валентинович. Для этого кара также характерны и ледники-перелетки. Небольшие леднички, которые тают, деградируют и формируют водную среду этого кара. Затем следующий кар – это уже Большое Клухорское озеро. Огромное Клухорское озеро. Считалось до недавнего времени, что оно самое глубокое в заповеднике. На самом деле нет, самое глубокое – это Муруджинское озеро. А Большое Клухорское озеро глубиной 39, где-то с половиной метров максимально. На дне этого озера скальный панцирь. По берегам каменные отложения, которые вклинивались в озеро в результате камнепадов. Озеро огромное, протяженностью 300 метров и отличается своим величием. Южнее этого, в сторону Клухорского перевала расположено еще одно озеро. Оно недавно освободилось. Почему? Потому что оно все время находилось под снегом. Оно было подвержено влиянию вот этих снежных лавин. И в течение круглого года оно было закрыто. Но недавно в результате, видимо, потепления климата, где-то в 60-х годах прошлого, это озеро начало в летнее время оттаивать. И оно просматривалось. Сейчас оно уже более выражено. То есть уже там оно оконтурино даже берегами, на которых отсутствует снег. Выше Большого Клухорского озера расположено еще удивительное одно озеро, которое образовалось недавно. Буквально в конце прошлого столетия Восточно-Клухорское озеро, которое расположено на высоте около 2900 метров, где-то 2 900 с лишним метров, начал отступать сильно в конце прошлого столетия. Вот с начала 2000 года этот ледник отступил на 450 метров. Соответственно, на такое же расстояние увеличилось само озеро. Оно такое удлиненное озеро, но оно безопасно. Оно закрыто мощным скалистым ригелем, и прорыв этого ригеля практически невозможен. И вот сочетание озера с ледником, кстати, ледник продолжает таять, и вот отслаивающиеся для ледника льдины, они создают такое, знаете, вот волнообразное проявление на этом озере, и находиться там достаточно опасно. А вот когда мы промеряли там глубину озера, то сорвался такой ледник, и лодку прямо вот подбросило на высоту до 3 метров. В результате вот обвала этого ледника. Парельное еще все четыре прекрасных высокогорных озера. Большое Клухорское, Малое Клухорское, Восточно-Клухорское и озеро Орюча, с которого берет начало река с одноименным названием, изучили сотрудники РГО. И когда их обследовали, выяснили, что живые организмы почти отсутствуют в этих озерах, но обнаружилось там... Когда мы обследовали Восточно-Клухорское озеро, вот это вновь образовавшееся озеро, то в результате гидрохимического анализа обнаружилось там значительное присутствие алюминия. Содержание его в воде, оно даже превысило предельно допустимой концентрации для вот такой воды естественного происхождения. Ну, видимо, район, где находятся эти, значит, соединения алюминия, ну, может быть, они как раз вот и материнской породе, железо, алюминий, ну и вот такое явление. Сочетание озер с роскошными литниками, многообразием растительности, создают неповторимые ландшафты и привлекают сюда туристов, а это сегодня объект. Это запасы чистейшей воды, наши запасы, да? Да, эта вода, она очень близка к абсолютно чистой воде, бездисцеллированной, мягкая по своему содержанию, присутствие здесь каких-то включений, связанных с наличием органических соединений, незначительно, ну, практически отсутствует. Ну, продегустировать ее можно в этой речке, да, про которую вы сказали? Можно, да, но... Не поднимаясь для ленивых. Ну, вы знаете, вот человеческий организм, он все-таки привык к воде с содержанием солей, карбонатных солей, там, всевозможных и даже и солей органических соединений, ну, а вот такая чистая вода, чистая, ну, она приятная, да, она освежает, но для здоровья человека, который привык не к таким чистым водам, она может быть даже неблагоприятна. Это места героических сражений, овеянные, не меркнущие славой советских воинов и скорбью о тех, кто погиб в неравных ожесточенных боях, но не пропустил на Черноморское побережье немецко-фашистских захватчиков. Память о войнах, павших при обороне Клухорского перевала, будет вечно жить в сердцах людей. Аладинаева, Расул Бердиев, Али Бастанов, ЮЕСТИ, Горочево, Черкисия.